Все детство солиста группы премьер-министр Амарху Барху прошло в цирке, где работал его отец. В родительском доме всегда были кошки и собаки. С возрастом любовь к животным у певца не прошла. Когда Амарху переехал в Москву и обзавелся собственной квартирой, он и его девушка Оля решили непременно завести себе котенка. Вот один момент решили залезть в интернет, просто посмотрели. Там нашли фотографию, где лежит четыре котенка. Прямо я говорю, вот это давай, поехали, возьмем. Приехали, сто рублей всего указали, и мы взяли его. Вот живет уже восемь, девять месяцев у нас. Проблем с выбором имени для Полосатого не возникло. Оля и Амарху решили назвать котенка в честь своего кумира, короля мировой поп-сцены. Мы оба тоже большие поклонники Майкла Джексона, она как танцор, как хореограф, я как певец, как артист. И считаем, ну не знаю, в тот год, когда случилась трагедия, если я не ошибаюсь, вот мы взяли, назвали Майкла. Первые недели были непростыми для Майкла и его хозяев. Однажды Амарху забыл закрыть оконную форточку и уехал на работу, не догадываясь, к каким последствиям это может привести. Вечером приходим и мы его нету, представляете, а мы же маленькие еще. И все, и Оля там в панику. Как-то, ну не знаю, тоже такое чувство внутри родилось, да, что вот плохие хозяева взяли кошку, потеряли, ужас. Ну слава богу, со мной были мои два друга, Пашка и Вовка. Вот и они вдвоем тоже начали, ну в общем нервничать, пошли искать на улице и нашли в соседнем подъезде. С такой же кошкой большой, представляешь? И вот, так что, не знаю, вот такая ситуация была, и мы обрадовались, что мы ее нашли. Она целый день там шарилась, гуляла где-то там с кем-то, вообще никакой непонятности. Ну вот далеко не убежала. С тех пор певец и его девушка всегда перед уходом проверяют все форточки в квартире и точно следуют наставлениям Антуана де Сент-Экзюпери. Они стараются учитывать все потребности своего подопечного, пытаются сделать все, чтобы Майклу в их доме было комфортно. Я думаю, что у него должны быть все права. Почему нет? Он такой же полноценный, как сказать, член семьи, да, и моя девушка говорит, что она не будет его кастрировать, ни в коем случае. Я тоже с этим согласен, потому что, ну зачем? Он станет, во-первых, извините, не в обиду другим котам или кошкам, да, но он станет, во-вторых, очень большого размера. Но это некрасиво для кота. Он должен быть миниатюрный, легкий, ну не знаю, как-то, не знаю, коты. И так что мы не будем кастрировать. Мы нашли муж-жену, поедет к жене, когда ему надо будет, вот, и все будет в порядке. Похвастаться уникальностью породы Майкл не может. Но это не мешает Оле Ямарху считать, что им досталось уникальное животное. У нас кот такой, я не знаю, странный какой-то. Не такой, как у всех. Он, допустим, очень много просится на улице именно гулять. То есть мы вот одеваем поводок на него и идем гулять. И вот он шарится, по деревьям лазит, там, не так, как все остальные, да, там. Мне Оля, моя девушка, говорит, что остальные кошки, коты, они все как-то при земле лажатся и как-то особо не гуляют на улице. А вот нашему как-то пофигу. Кот любит не только пешие прогулки, но и автомобильные путешествия. Недавно он преодолел расстояние в 4000 километров и ни разу не пикнул за все время пути. Мы ездили в Белоруссию вот сейчас летом на машине. Ну и спокойно тоже ехал. Не капризничал, как многие другие коты говорят, капризничают. Ну, странный такой. Любит ездить. И знаете, где любит ездить? Вот я за рулем, и вот он прямо сверху ложится. И мне дороги плюс не видно, да? Ну и вот такой он, надо, вот он туда ложится, на меня смотрит, и вот это такое. Когда начинают дворники работать, он начинает туда-сюда носиться. Полосатый знает, что Оля и Амарху любят его безгранично. Поэтому чувствует себя полноправным хозяином в доме. Он спит у нас везде. Обычно с нами спит. Ну, я не знаю, как-то нет такого места прямо, что он там спит. Ну, обычно, когда нам мешается ночью, когда что-то там, кусается, не дает спать, мы его туда на шкаф. С игрушками, и он там засыпает спокойно. Как бы ничего. Не нервничает, не орет. А там ему, мне кажется, удобно, потому что там мягко. Да, игрушки, да, вкусно пахнутые, ну, там приятно, он божит. Ну, бывает, что сверху спрыгивает иногда на голову. На данный момент Майклу 8 месяцев. По кошачьим меркам это период тинейджерства. Время, когда кровь бурлит и хочется делать всякие глупости. Сейчас Майкл готов хоть круглосуточно носиться по квартире. Кот готов играть со всем, что попадается под лапу. Но при этом его самая любимая игрушка является старенький, побитый жизнью мишка. Кстати, достается от Майкла не только плюшевым игрушкам, но и хозяевам. Он любит кусаться, я не понимаю, почему так. Кошки же не кусаются, коты не кусаются. Вот он кусается, я не знаю почему. Ну, казалось бы, я не знаю. Какой-то справный кот, на самом деле, очень справный. Но если Олю и омарху хвостатый кусает и царапает любя, то чужие получают по полной программе. Его последней жертвой стала горничная певца. Мы вышли погуляли, зашли обратно домой, горничная вышла, увидела. Ой, какой кот, ой, че, че, подходит и нос, нос вот так вот, знаете. И говорит, как, давай разозлился. Провел так, ра, один раз так резко. И просто, и такая неудобная ситуация была Майкла, да? Просто, и не знали, что делать. Ну, зато с нами так не делают, странно. Неудивительно, что у такого активного кота все в полном порядке с аппетитом. Майкл обожает вареную курицу и говядину. Но и от обычного кошачьего корма тоже не отказывается. Как признается Марху, жить с таким непоседой непросто, но весело. Сейчас они с Олей подумывают о том, чтобы завести второго кота. И тогда в их доме станет еще веселее. Продолжение следует...